Дорогие друзья, шалом алейхем. Один из самых сложных вопросов для человека это умение доверять. Потому что доверять это значит рисковать. Мы живем в неопределенности. Нет уверенности, что все получится так, как нам надо. Мы знаем, что такое жить с человеком, который хочет полностью контролировать, ему надо что-то все было сделано на 100%, и он не доверяет никого. Он только поручает людьми, которые сделают его задачу на 100%. А если это не будет сделано на 100%, он не доверяет никого. С такими людьми очень тяжело жить. Люди, которые не доверяют, они подрывают само основа отношения. А жить с человеком, который доверяет, который умеет отпускать, дает всем возможности участвовать в жизни. Даже если результат не 100%, даже если нет гарантии, что все получится, это прекрасная жизнь, это хорошая, здоровая атмосфера дома. И даже если мы не умеем доверять, потому что нам тяжело, мы должны стараться так жить. Есть такое слово на английском, fake it until you make it. Изображаешь, а потом это станется твоя натура. Потому что если мы научимся доверять, мы поможем членам нашей семьи принимать решения. Иногда бывает, что мы ездим на машину, а жена за рулом. И она так едет, что мы будем ехать долго. И муж начинает ее ругать, что она не понимает, как ездить и куда ездить. Вместо того, что эта поездка вела в удовольствие, что жена чувствовала, что она везет мужа, даже если она ошибается, не надо контролировать, говорить, критиковать. Надо отпускать. Пусть она сама понимает, как ездить со временем. А муж превратил это путешествие в напряженности, потому что он ее ругает. Ребенок подходит к отцу, или дочка, или сын, они там идут на свадьбу, или на выпускной, и как-то одевается. И папа говорит, это не подходит, надо одевать что-то другое. Ребенок одевал эту одежду по настроению. То, что он одевал, отражает его чувства в этот момент. Почему надо мешаться в этом и сказать, это одевай, это не одевай? Когда ребенку будет 20 лет, он не сможет принимать свои решения, потому что все годы папа его не доверяет, и все время мешался в его решения, потому что он диктатор. Ему нарушается 100%, так как он это видит. А в результате дома напряжена никто не принимает решения, все боятся что-то сделать, и теряется брако и гармония в этом доме. Наша глава не дали, шлах, говорится, о самом большом обиде в севишнене евреи. Когда они попросили, до того, когда они пошли в Израиле, и в таванной земле, они хотели знать, что там происходит. И он им разрешил послать разведчиков, представители еврейского народа. Когда они вернулись назад, они говорили, мы не сможем там жить. И Всевишний очень обиделся. Когда Всевишний разрешил им послать разведчиков, он имел в виду, что они посмотрели, как туда заехать, какая стратегия должна быть, что было им легко, но он не представил, что евреи скажут, мы не можем. Они показывали Всевишний недоверие. И за это он на них очень обиделся. Вот это умение доверять. Это очень большая сила. Человек, который доверяет, это человек сильный, потому что он готов рискнуть. И у него вокруг всегда будет большой радости, хармония и здоровая атмосфера. Зайд гизунт, шаббат шалонг. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok